здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе мы сегодня свяжем вот такую нимфу которая сразу является как и сухой как и мокрой мушкой то есть можно ее рассматривать в разных условиях рыбалки по-разному как вы успели заметить значит здесь у меня идет огрузка обыкновенными пластмассовыми есть шариками не огруженная огруженная есть вот у меня черным это вольфрамом и другие медными и латунными шариками в зависимости от того какие условия рыбалки крючок величина начиная от 12 и заканчивая 18 номером значит давайте мы приступим и в процессе изготовления я вам расскажу как что и зачем для начала нам необходимо найти вот такой крючок формы именно вот такой формы не обязательно этой фирмы значит я подобрал номер 14 чтобы было более видна детализация а вообще желательно изготавливать эту мушку ну 16 18 номер достаточно хорошо реагирует вся рыба в чем смысл это прототип одной и той же мушки как и лоу флай но мы ее будем изготавливать других цветах но техника тоже также по этому типу вяжется очень много мушек для рыбалки тенкарой специфических мушек поэтому это собирательный образ который очень хорошо работает считайте как разведчик или же допустим ее морковка называют кто как и теперь мы для того чтобы можно было нормально одеть шарик вот чтобы он не болтался как вы видите и было небольшое такое привлекающее для него вот такой оранжевая точечка я подмотал оранжевой очень очень тонкой ниткой можно любой пожалуйста без вопросов можете просто одеть если у вас крючок по толщине позволяет но дело в том что это из очень тонкой проволоки и шарик 2 миллиметра диаметром отверстие просверлено сильно болтается для более эстетического вида продолжаем дальше нитка нам понадобится достаточно тонкая и в то же время мы тело будем изготавливать из оранжево-красного такого вот оттенка тесьмы чтобы не скользила я наношу приклеим наш шарик клей на эту нитку и задвигаем до того удобного момента который нас интересует оставляем промазываем обязательно цевьё так как нить полиэстер скользит очень сильно она нежелательно чтобы она скользила я беру белую нить можно оранжевую ту которой я работал эта нитка очень тонкая и и уже неоднократно фильмах показывал вам распускал из других прядей толщина ее где-то 0015 это точно чтобы вас уже не вводить заблуждение может даже и тоньше не доходим до загиба обязательно оставляем место теперь самое важное нам необходимо с вами закрепить вот тот материал из которого мы будем изготавливать тело я буду вам показывать дело в том что в фирме hands существует вот такое вот количество разной нитки она сама по себе и хорошо светится в ультрафиолете вот если вы сможете заметить вот камера сможет передать ее хорошее свечение также существует много всевозможных для тела фирм вот такая нитка тоже она ультрафиолете или же для лососевых вот есть тоже юнифлос не только для лососевых она тоже хорошо ультрафиолете работает или же вот такая ярко-ярко красного оранжевого цвета но я подготовил так чтобы были у нас условия равные это вот немножко я той тесьмы пару прядей взял которые мы с вами распускаем можно найти в магазине и без ущерба для себя мы можем изготовить нет можно изготовить ее в черных цветах поэтому это без разницы также вот здесь мы с вами подхватываем нашу прядь и немножечко вот так подтаскиваем чтобы у нас не доходило до нашего конца до шарика и вот такими спиральными большими виточками я обычно подхватываю материал чтобы он у меня не топоршился для чего технологически изготавливать ее можно по-разному но для меня удобно более так значит мы теперь будем крепить то чем будем выполнять обмотку по телу здесь может быть как люрекс как проволока как всевозможные другие материалы также вот допустим кинцель которая имеется вот у меня она разная бывает по цвету разная по величине или живот люрексом вот таким вот голографическим если нет любым золотым белым главное подобрать по ширине и стараемся с самого-самого низу так как у нас тело должно быть в идеале ровненькая подхватить наш люрекс теперь смотрите я увожу вниз чтобы было равномерное распределение по телу и начиная снизу под загибом крючка крепить свой материал доходим теперь до места крепления нашего материала и теперь мы уже спокойненько знаем что никуда ничего мы не утащим стараемся закрепить очень плотно и хорошо наш материал буквально вот до начала загиба совсем совсем-совсем немножечко ну и теперь остается нам очень хорошо аккуратненько стараться не сильно торопиться раз распуская вот нашу ровницу нитку пройти по креплению нашего материала толщину подбирать можете сами то есть практически и и до толщины спички работает очень очень хорошо даже есть варианты когда я брал и цевьё немножко подгружал свинцом ну в принципе я ее не буду делать жирной поэтому я останавливаясь вот в таком варианте пройду больше своей ниткой которой буду изготавливать тело тесьмой поэтому что здесь нужно для удобства работы желательно убрать можно не убирать как вам будет удобно но я убираю вот на этом месте буквально три миллиметра где у нас будет заканчиваться наше тело я делаю узел удаляю нашу нитку и начинаем теперь мы с вами изготавливать тело обязательно вот такими рук действиями движениями мы должны выровнять все наши волокна и делаем по загибу буквально парочку оборотов для того чтобы можно было потом нам хорошо аккуратно промотать люрексом мы уже неоднократно с вами эти работы выполняли поэтому вы знаете как делать и буквально разравнивая наши пряди мы с вами выполняем обмотку процедура дотошная длинная поэтому я закончу и потом мы с вами продолжим как вы видите мы с вами изготовили вот такое симпатичное тело поменяли нить я сразу ее закрепил нить темная там где мы будем уже начинать формировать грудку и теперь мы берем аккуратненько наш люрекс и делаем буквально пару оборотов по загибу в сторону жала следим за тем чтобы наши виточки никуда не уходили переводим в нижнее положение наш люрекс вот так это должно быть приблизительно выглядеть и теперь уже поставив крючок в удобное для нас положение начинаем выбирать угол обмотки я обычно стараюсь выполнять это вручную если в начале у нас будет сползать люрекс постарайтесь ноготочком его придержать в дальнейшем он уже не сползает если вы используете не вот такой армированный как у меня люрекса плоский голографический то тогда ну не можно буквально капнуть капельку лака на тело и можно продолжать ничего у нас скользить не будет дошли вот до нижней точки крепления здесь я теперь уже буквально перекидывая вот так катушку не отпуская свой люрекс стараюсь под весом подхватить его перевожу теперь впереди переднюю часть перед люрексом пару оборотов так как я ножницы берегу я обычно стараюсь все это выполнить бокорезами даже невзирая на то что он не такой уже у нас крепкий сделали для надежности места крепления мы с вами еще пару тройку раз пройдем нашей ниткой монтажной теперь нам понадобится пара тройка перьев павлина если у вас по какой-либо причине павлина нет существуют всевозможные вот такие вот наборы с люрексом блестящим хорошим или же как я неоднократно вам показывал вот такие наборы можно взять щепоточку и спокойно заменить перо павлина если этого тоже нет возьмите тогда черный дабинг и спокойно промотайте сделайте небольшое утолщение даба обозначить грудку значит с пером мы уже неоднократно с вами я говорил я буквально сразу беру обрывает а как они сразу оторвутся эти бородочки крепим сбоку снизу как вам будет удобно и по всей длине проматываем наше перо стараемся закрепить так чтобы у нас вот перо находилась в нижней точке опускаем наш бобинодержатель так как перо чтобы у нас не было сильно изорвано и очень быстро я беру буквально наше перо обматываю армирую как правильно называется наше перо можно в дабинговой петли как как удобно поэтому вариантов изготовления бесконечное множество каждый выбирает для себя сам промотали у меня вышла вот такая вот веревочка вместе с моим пером я сперва делаю один полный оборот и возвращаясь именно по намотанному буквально один оборот в сторону загиба и после этого я уже начинаю формировать грудку учитывая то что у нас она армированная значит мы можем виток на виток сверху не стараться достичь того красивого эффекта чтобы это было выглядело у нас как бы виток к виточку вот мы выполнили такую обмотку освобождаем наше перо и ниткой выполним уже крепление не доходим до шарика как вы видите буквально один миллиметр это очень очень важно удаляем теперь учитывая то что здесь будут крепиться очень такие скользкие материалы как ось пера и это наше перо я уже показывал вам я использую гелевый вот такой клей это не значит что вы его должны найти и им только пользоваться используйте секундный клей момент какой хотите буквально капельку нанесу на нить и в этом месте я закреплю уже окончательно вот так наше перышко годится теперь для пушки для пушки можно использовать перо куропатки но учитывая то что я изготавливал для друга специально как говорится под заказ я использовал перо цесарки оно достаточно как вы можете заметить своеобразное если правильно использовать то надо использовать вот только вот этот маленький кусочек где на тонкой остевой находится перо остальное нежелательно но учитывая то что у вас этого нет вы можете найти или перепелку или куропатку я в частности взял перышко вот у меня имеется перепелки японской которая нам несет дома яйца оставляю как сейчас я вам покажу буквально здесь вот даже меньше миллиметра чтобы можно было зацепиться подвожу в углубление в шарики которая у нас осталось и клей у нас еще достаточно гелевый хорошо держится делаю пару тройку оборотов не усердствуем сильно так как нам здесь шея очень толстая не нужна и буквально необходимо оставить чтобы перо ось наша подклеилась чтобы мы ее не вырвали очень будет досадно если мы ее просто оторвем если у вас достаточная длина не такая вот допустим толстая ось то можно и не ждать сразу начинать работать но учитывая то что я завел достаточно далеко ость вы выставляем наше перышко в нужное положение слегка отгибаем проверяем если что она у нас и так отрвется учитывая то что это перо очень короткое желательно использовать перодержатель увлажняем наши пальцы и все бородочки отводим назад выполняем значит все зависит от того пера которое вы будете использовать иногда достаточно и одного оборота а иногда и двух учитывая то что я ее хорошо огрузил я буду делать ну два оборота подымаю вверх оставляем вот перо в верхнем положении и просто перекидываем катушку с нашей ниткой под весом подтягиваем слегка в нижнем положении нить оставляем вот так теперь мы можем спокойно убрать наш перодержатель перо у нас уже никуда не убежит я беру увожу все бородки назад и здесь делаю парочку оборотов перед пером для того чтобы более качественно и не было жирной вот такой шеи хотя может быть мне нужно опять сделать завершающий узел и нанести вот я беру опять буквально совсем совсем немножечко наношу клей на нить опять увожу все бородки пера назад и здесь делаю 23 оборота этого будет вполне достаточно учитывая то что мы с вами уже закрепили я только вот после этого беру и могу оторвать остатки вот пера которые у меня остались я не выбрасываю потому что они потом все равно у нас пригодятся для других более мелких мушек и здесь уже можно отрезать нить можно сделать как я вот обычно парочку все равно сделаю узловязом оборотов все отрезаем нашу нить слегка распушим нашу опушечку и как вы видите вот такая уже симпатичная нимфа которая ну считайте она как разведчик если есть рыба рыба реагирует почти всегда на нее и и мгновенно оранжевые зеленые морковные цвета любые любые практически какие вы только можете любые используйте шарик металлический можно и не ставить можно изготовить и без шарика ну просто я для определенной рыбалки изготавливал вот такую модель поэтому друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч пишите